Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! И сегодня, в пятницу, 13 января, в день отдания праздника Рождества Христова, за богослужением читается отрывок Евангелия от Марка, глава 12, стихи с 1 по 12. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И начал говорить им притчами. Виноградник. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили, и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И оставив его, отошли. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат рассказанную Господом притчу о злых виноградарях. Эта притча была адресована в первую очередь первосвященникам и старейшинам народа. Святитель Иоанн Златоуст пишет. «Рассуди же, как велико было Божие попечение о них, и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам, обнес оградую, насадил виноградник и все прочее. А им оставил немногое, заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога». Образы, описанные в притче, были знакомы для любого иудея того времени. Оградой виноградника обычно служила живая изгородь из терновника, защищающая от воров и зверей, которые могут опустошить и уничтожить виноградник. В каждом винограднике было точило или пресс, состоявший из двух корыт, вырубленных в куске скалы или сделанных из кирпичей. Один был расположен чуть выше другого и связан с ним каналом. Виноград давили в верхнем корыте, и сок стекал в нижнее. Башня служила для двух целей. Во-первых, как наблюдательная сторожевая вышка для охраны от воров в пору созревания винограда, а также как жилье для работавших в винограднике. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет, «Некоторый хозяин, под которым подразумевается Господь Бог, устроил виноградник, под которым нужно понимать Ветхозаветную Церковь, обнес его оградой, под которой толкователи понимают закон Моисеев и все вообще учреждения, назначенные для того, чтобы предохранить избранный народ Божий иудеев от влияния язычества. Под виноградарями, разумеются, иудейские народные начальники, по преимуществу первосвященники и члены Синодриона. Господь верил им всю полноту власти над еврейским народом с тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ так, как следовало, в духе закона Божия». Через некоторое время хозяин послал своих слуг, то есть пророков, но их то били, то убивали. Именно так поступили с посланниками Божиими начальники иудейского народа. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свою личную корысть и интересы, и потому жестоко избивали пророков Божьих, напоминавших им об их обязанностях. Когда же хозяин виноградника отправил к ним своего сына, то виноградари сказали друг другу «это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». Ефимий Зиговен замечает «Смотри, с какой обстоятельностью предсказывает будущее. Не убили его, как сына Божия, но убили его, как наследника виноградника, то есть как царя Израильского. Видя чудеса, которые он творил, и слыша его мудрое учение, они чувствовали, что это тот царь Израильский, о котором возвещали пророки. Но побежденные и ослепленные завистью, они это забыли и вознамерились убить его, и таким образом завладеть его наследством, то есть народом. А потому виноградник и был передан другим виноградарям, то есть апостолам и христианским учителям. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что виноградник Божий – это мы. И как виноградный сад должен приносить обильные плоды, так и от нас Господь ждет жизни, исполненной любви к Нему и стремления приносить добрые плоды христианства, исполняя волю Небесного Отца. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok